Привет, всем из Токио! В этом видео я хотела показать свои покупки и подарки за последнее время от фирмы Герлен. Все это я объединила в одном видео, и в основном это будут уходовые средства. Даже не знаю, с чего начать. Наверное, я буду показывать по мере нанесения продуктов. И начну, наверное, показывать с уходовых средств для лица по мере нанесения. Первые покупки я делала еще в Японии. Это средства для очищения кожи. И сразу хотела вам показать, что у Герлен вышли новые средства для очищения кожи. Мне дали вот такие вот пробнички. Я из них пробовала только крем, он мне понравился. Вышла мицеллярная вода, то есть для снятия косметики со всего лица. Вышло вот такое вот средство двухфазное для снятия косметики с глаз. То есть она должна, по идее, смывать подостойкую косметику. И вот что интересно, написано, что она еще защищает и увлажняет ресницы. И вот этот вот крем для снятия косметики. Но так как я человек запасливый, еще до того, как вышла вот эта вот линейка, я уже подготовилась к зиме и купила крем старого образца. Давайте откроем, посмотрим, как он выглядит внутри. Он упакован в прозрачную бумагу. И это вот такая вот большая-большая синяя коробка. Я такой же крем использовала в прошлой и позапрошлой зимой. Мне он очень понравился, у меня уже закончился. Я его показывала в пустых баночках. Вот, и поэтому я купила новый. Посмотрите, какая красота. Огромная банка синего цвета с золотой крышечкой. Но вот этот вот крем сейчас обновился, поэтому такой крем уже найти, наверное, не везде можно. Может быть, просто где-то осталось еще в продаже. Сейчас вот эта вот линейка обновилась, как я уже сказала, и вышел вот новый крем. Он будет в белой, по-моему, баночке у них. Вот такой же, как у меня в пробничке. Открывается крышечка, внутри защитный пластиковый слой. И вот сам крем. Крем как-то давно, уже несколько лет назад, мне посоветовала моя косметолога. Я вам уже рассказывала, что в основном я пользуюсь для снятия макияжа гидрофильным маслом. Но вот в зимний сезон косметолог мне посоветовал пользоваться именно кремом. Крем для смытия косметики советуют обычно людям с сухой кожей. Либо это сухой климат, зима, когда кожа пересыхает. Вот этот крем просто великолепный. Мне он очень нравится, у него очень приятный запах, просто потрясающий. И консистенция очень приятная. Кремом нужно пользоваться два раза в день. То есть им нужно смывать косметику. Но вот саму косметику с глаз он смывает плохо. Вот этот новый тоже такой же. Он косметику водостойку именно с глаз не смывает. То есть вот к такому вот крему нужно обязательно покупать тогда вот такую вот еще двухфазную водичку, которую будете наносить именно на катончик и смывать косметику тушь, предположим, с глаз. А крем использовать именно для всего лица, то есть для кожи лица. Сейчас новая версия. Здесь другой запах. Но в Герлен вообще очень приятные, конечно, запахи. Вот этот вот запах новый. Но по консистенции тот и другой крем очень приятный. Наверное, даже вот нового образца он более насыщенный. После вот использования вот этого вот крема в течение где-то месяц-два, кожа вот действительно стала намного мягче, мне показалось. Очень люблю крем. С удовольствием, когда закончится. Но так как банка теперь большая, я даже не знаю, закончится ли он у меня за одну вот зиму, потому что его, в принципе, хватает намного. Если закончится вот за эту зиму, то на следующую зиму я тогда куплю вот этот вот нового образца. Вот сейчас я здесь читаю в описании. Способ нанесения. Вечером массируя кончиками пальцев, нанесите средство на лицо и шею, затем смойте теплой водой или снимите с помощью ватного диска или салфетки. То есть, в принципе, вот этот вот крем его можно даже не смывать водой. Можно, если кожа совсем сухая, можно вот просто протереть и сверху уже протереть ватным диском, пропитанным лосьоном. Для особо сухой кожи, вот косметолог моя, мне советовала пользоваться им два раза в день. То есть, с утра тоже умываться именно этим кремом. И следующее, я купила пенку для умывания. Сейчас тоже открою, сниму салфан, потому что еще даже не распаковывала. Эта пенка тоже обновилась в герлен. На пенку пробников нету, поэтому в новом образце я не пробовала. Вот так вот она выглядит внутри. Это очищающая крем-пенка. У меня вот моя как раз закончилась. У меня точно такая же была еще одна до этого. И она у меня закончилась вот только что. Хотела вам как раз показать его в видео о пустых баночках, но все никак не сниму. Люблю очень эту пенку. И очень приятный запах кожи, она не пересушивает. Вот смотрите, видите, как она выдавливается. Такое вот количество пенки. Просто после снятия косметики вы ее наносите на лицо массажными движениями и ей умываетесь. Потом смываете водой. Тоже использую ее вечером и утром как вторая ступень очищения кожи. Обновленную такую пенку не пробовала, но я не думаю, что она будет хуже. Естественно, она будет, наверное, только лучше. Единственное, что может быть изменился тоже запах, потому что во всей вот этой линейке изменился запах. Аромат совсем другой. Пенку очень нежно очищает, очень приятная. Мне очень она нравилась. Упаковка такая красивая, белая с золотыми. Крышечка с блесточками с золотыми. Очень приятная, конечно, и упаковка, и все. 150 мл. Вот такая вот помпа удобная. То есть она уже дозирует именно пену. Вот интересно даже раскручивается. Да, здесь раскручивается вот эта вот штучка. То есть, в принципе, можно ее использовать потом для какого-то даже мыла. Может быть, чтобы делать из нее пенку. Вот очищение кожи у меня на зиму будет таким. И дальше уходовые средства, которые я купила. Здесь у меня тоже практически все продукты повторные. То есть вот у меня есть лосьон. Вот я купила новый запечатанный лосьон. Супер Аква лосьон. Синий флакон. Здесь в старом флакончике у меня уже осталось совсем немножко. Я очень люблю этот лосьон. И сейчас я его покупаю. У него тоже очень приятный запах. Он жидкий, он как водичка. Но немножечко в нем есть такая кремообразность в этом лосьоне. Аромат, конечно, потрясающий. Мне вообще очень нравятся ароматы в герле. Они практически вот на мой вкус прям все приятные. И все кремы очень приятно пахнут. Это тонизирующий лосьон. Увлажнение и сияние кожи. И как заявлено, интенсивное увлажнение. С чем я согласна на все 100%. То есть вот сама вот эта вот линейка Аква. Название говорит само за себя. Оно очень мощно, сильно увлажняющее. То есть все средства вот из этой вот линейки, они действительно вот прям напитывают кожу водой. Если вашей коже не хватает увлажнения, если у вас обезвоженная кожа, то вот советую попробовать вот эту вот линейку. Очень хорошая. Лосьон обычно наносится сразу после очищения лица. И утром, и вечером. Я им тоже пользуюсь. И утром, и вечером. Особенно мне нравится его наносить утром. Вот под макияж. Очень хорошо он так сохраняет кожу увлажненной. Лосьон можно наносить ватным диском. Но я никогда ватным диском не наношу. То есть я обычно наношу просто вот на руке, выдавливаю. Здесь тоже вот такая вот удобная помпа. И просто наношу вот такими вот вбивающими движениями на лицо. Очень приятный лосьон. Он абсолютно не липкий. Вот. Еще одно средство из линии Супер Аква. Это Супер Аквасерум. То есть это сыворотка для интенсивного увлажнения кожи. Я ее попробовала в пробничке. Вот так-то она выглядит внутри. И мне она очень понравилась. Поэтому я ее приобрела в этот раз. Что про него здесь пишут. А что нам обещает эта сыворотка? Кожа наполняется чистейшей и необходимой влагой. Получает глубокое увлажнение и становится немного более стойкой к воздействию времени. Морщины и мелкие морщинки заметно разглаживаются. Кожа снова выглядит гладкой, здоровой, сияющей, свежей и наполненной. Я пробовала эту сыворотку в пробниках. И она мне очень понравилась. Поэтому я решила купить ее в Дьюти Фри. У нее тоже все тот же приятный запах. Мой вкус просто потрясающий аромат во всей этой линейке. Она очень нежная, насыщенная. Мне кажется, вот она хорошо будет на зимний сезон. Так как я не могу сказать, что она очень быстро впитывается, что она прям моментально впитывается. Но так как у меня кожа нормальная, ближе к сухой, особенно в зимний сезон, она у меня больше пересыхает. Поэтому я люблю такие вот более насыщенные всякие кремы, эмульсии на зимний сезон. А вот, предположим, сухой, нормальной кожи. Она подойдет на любой абсолютно сезон. Вот если кожа, предположим, жирная, то, скорее всего, только зимой, я думаю, вы сможете ее использовать. Летом она будет тяжеловата для вас, потому что она такая вот, как бы так сказать, жирненькая немножко. То есть, наверное, она быстро не впитается вот на жирной коже. Но мне именно как раз такой вот эффект нужен, чтобы кожа была вот такой вот более увлажненной, защищенной. Поэтому мне сыворотка очень понравилась. Я очень довольна. Сейчас прохладный сезон, с удовольствием буду ей пользоваться. Самой сыворотки здесь 50 мл. Я ее использую и утром, и вечером. Макияж на нее ложится хорошо, то есть, она не скатывается. Она сохраняет здоровую кожу увлажненной и напитанной. Сером сыворотка наносится обычно после лосьона. То есть, это вот вторая ступень уже увлажнения кожи. То есть, сыворотки сером это более вот такой вот интенсивный уход, дополнение еще. И после этой сыворотки уже нужно наносить свой обычный крем. То есть, если вы наносите вечером, соответственно, ночной крем, либо дневной крем, либо какой-то универсальный крем. Я в этот раз не купила крем от Герлен. Хотела попробовать тоже вот из этой же линии Аква. Я его пробовала в пробнике, мне тоже, в принципе, понравился. Можно было купить, так как у меня еще остался крем от Деламир. Поэтому, когда он закончится, тогда я куплю себе другой крем. То есть, в принципе, после этого серома, значит, нужно наносить крем. Еще летом я пользовалась вот такой вот версией для кожи вокруг глаз. Это тоже сером, это тоже сыворотка. Сам флакон входит 15 мл. Тоже приятная консистенция, хорошо она увлажняет. Наносите ее под глаза и утром, и вечером. Макияж тоже на нее ложится хорошо. То есть, по сравнению, по-моему, с кремами под глаза, она менее жирная, но достаточно хорошо увлажняет. Мне тоже она понравилась, приятная очень штучка. И вот у меня ее тоже здесь осталось уже не так много. И вот на зимний сезон я решила купить крем такой более насыщенный, вот именно под глаза. И эта линия называется Императорская Орхидея. Это самая дорогая линия в гирлян. Синяя с золотым рисунком коробка. Я этот крем уже покупаю не первый раз, я его покупаю уже второй раз. Я вам как-то давно-давно в пустых баночках показывала такой крем. Он мне понравился, но это было уже довольно-таки давно, наверное, года полтора назад. И вот я решила его еще раз повторить, как-то увидела, не захотела. И вот сам крем. Крем густой, довольно-таки насыщенный. Эта вот линия Императорская Орхидея, это уже антивозрастной уход. И вот этот крем, он не только под глаза. Это крем для глаз и губ. То есть его можно использовать на вот всю кожу вокруг глаз. И можно его использовать для губ и вот по всему контуру губ. Приятный крем, он такой насыщенный. Мне он нравился. Крем больше с потерей плотности и эластичности кожи. Морщины, отечность, темные круги подтягивает и разглаживает кожу. Использовать нужно утром и вечером. И наносить его нужно легкими надавливающими движениями на кожу вокруг глаз и губ. Ну вот по воспоминаниям, когда я им пользовалась, очень мне крем нравился. Он очень приятный, насыщенный. Ну вот вы знаете, кремы, которые заявлены, вот что они снимают отечность и снимают вот темные круги под глазами. Я вам честно скажу, я сколько кремов перепробовала, я ни одного такого крема не видела, который вот действительно прям заметно снимает отечность под глазами. Конечно, лучше все-таки чем-то пользоваться, чем не пользоваться ничем. Нужно обязательно пользоваться, нужно обязательно увлажнять. Но кожа была, да, увлажнена, напитана. То есть крем мне нравился. На него тоже, кстати, хорошо ложилась косметика. То есть никаких проблем не было. С утра тоже его использовала. И на ночь очень хороший, насыщенный. То есть в принципе я вот всем была довольна. И этот крем я, наверное, могу назвать одним из любимых кремов под глаза. Никаких вот безумных чудес он, конечно, не творит. Так же, как в принципе любой крем. Да, конечно, он разглаживает мелкие морщинки. Да, он освежает и увлажняет кожу. Никаких, скажем так, чудес не делает. Ни этот крем, ни какие-либо другие кремы в принципе. Потому что, например, я пользовалась раньше для всего лица, тоже императорская орхидея. А вот этот крем у меня закончился. У меня просто не поднимается рука выбросить вот эту вот красивую баночку. Вот превосходный крем, превосходная консистенция, приятный запах. Да, он делал у кожи какой-то здоровый вид, здоровый цвет. Да, он прекрасно увлажнял. Никаких новых морщинок не образовалось. Кожа была в прекрасном состоянии. Все замечательно. Очень он мне нравился. Но, тем не менее, это не значит, что купив этот крем, кожа моментально потянется, как после пластической операции. Нет, конечно. То все равно, в любом случае, это косметика. Пока вы ей пользуетесь, кожа выглядит великолепно. В любом случае, за кожей нужно активно ухаживать, чтобы не образовалась сухость, не образовалось морщин, никакого обезвоживания. Особенно в холодный и зимний сезон. Нужно обязательно пользоваться и лосьонами, и кремами, и сыворотками. Вот, куда-то меня подесло. Поэтому, да, вот по воспоминаниям, этот крем мне понравился. Он меня во всем, в принципе, устраивал. Он довольно-таки экономичный, потому что он имеет вот такую насыщенную консистенцию. Я думаю, что его на всю зиму и на весну еще мне хватит. А здесь в него тоже входит 15 мл. Баночка, конечно, просто потрясающе красивая. Такой красивый дизайн. Даже еще у меня здесь были вот такие приятные подарочки. Даже здесь все упаковано в красивую такую бумажку. У Герлен. Здесь внутри находятся патчи под глаза. Сама коробочка вот такая вот синяя. И внутри патчи они дозированы. Вот такими вот пакетиками всего входит. Шесть пакетиков. И вот эти патчи мне очень-очень нравятся. Я стараюсь всегда их покупать при случае в Дьютифри, но они довольно-таки дорогие. Внутри сами патчи они прозрачные, гелеобразные, немножко такие прорезиненные. И они пропитаны эссенцией. Название тоже у них Super Aqua Eye. Они очень мощно увлажняют. Особенно я люблю вот эти патчи после перелета в самолете, например, когда кожа обезвожена. Это что-то потрясающее. И вот моя подружка знает, что я очень люблю эти патчи, поэтому она мне подарила еще одну коробочку. Я, конечно, очень рада, потому что сама я иногда часто жадничаю и не всегда их покупаю. Вот, поэтому я очень рада, что у меня такой еще подарок. И с удовольствием буду их делать. Патчи буквально вот за 10-15 минут они убирают все мелкие морщинки. Особенно если эти морщинки вызваны обезвоживанием, то эти патчи просто потрясающе действуют. Очень они мне нравятся. Еще был у меня один подарочек от Guerlain. Еще также он упакован. Это крем для рук. Вот такой же в точности крем для рук у меня еще есть немножко. Я вот сейчас им пользуюсь. В синем флаконе. Тоже у него очень приятный запах. Все вот в линии Super Aqua имеет вот такой вот приятный запах. Мне он очень нравится. Я не знаю, может быть, он на любителя, но мне он нравится очень. Это крем для рук антивозрастной с защитой SPF 15. Приятный крем, приятно увлажняет. Консистенция такая довольно-таки густая. То есть неплохо, неплохо он увлажняет. Честно говоря, сама бы я, наверное, пожадничала купить его еще раз. Вот так как получила его в подарок, очень рада. В сам тюбик входит 75 мл. В целом очень хороший крем, приятный у него аромат. Он мне нравится. И еще одна моя летняя покупка. Я вам тоже забыла показать его в покупках. Это вот такой вот лосьон для тела. Вернее, это даже не лосьон, это боди-серум. То есть это сыворотка для тела. Купила совершенно случайно, даже не знала о ее существовании. Просто мне очень нравится, как я уже сказала несколько раз, мне очень нравится аромат именно вот этих вот всех средств в Супер Аквалинии. И этот крем, он именно вот с таким вот ароматом. И когда я его покупала, я его даже как-то не попробовала. И даже консультанта не расспросила ничего по поводу этого крема. Но придя домой, когда я нанесла его на кожу, я поняла, что у него есть блеск. И у него такой красивый блеск. У него входят мелкие-мелкие светоотражающие частички. И это так красиво смотрится на коже. То есть это абсолютно не блестки. И этот блеск сравним с блеском метеоритов. То есть с пудрой в шариках от Герлен. То есть он дает именно вот такое вот сияние, как метеориты. При дневном свете блеска вообще никакого не видно. При солнечном освещении или при электрическом освещении идет такое вот мелкое-мелкое вот такое вот мерцание, мелкое светоотражение. То есть за счет этих вот мелких светоотражающих частичек создается еще плюс такой вот зрительный эффект. Красивый какого-то светоотражения. Немножко, наверное, более такой увлажненной кожи. Я лосьоном осталась очень довольна. И мой любимый аромат, и еще и вот такой вот приятный отлив у него, которым я даже не знала. Но отлив очень-очень нежный, у него нет никаких крупных блесток, которые можно там использовать только на Новый год и на День рождения. Нет, то есть он очень-очень спокойный. Я думаю, что этот блеск даже очень сложно увидеть. Но представьте такой вот блеск, как у пудры метеорита. Вот у него вот такой же вот точности отлив. Я стала довольна вот этой вот сывороткой. Вот она называется сыворотка, но я ее в принципе воспринимаю как вот такой вот легкий крем, облегченный крем. Как просто увлажняющий молочко для тела. Можно использовать как на все тело, можно использовать на руки. А летом очень красиво, помимо увлажнения, плюс еще и такой вот красивый эффект. Вот с покупками это все. И хотела вам еще показать вот такой крем, который я уже покупала в принципе довольно-таки давно. Это тональный крем Императорская Орхидея. Тональное средство с уходом, с антивозрастным уходом. У меня это самый светлый цвет, розовый оттенок. То есть у него розовый по тону этого тонального крема. Красивая тяжелая баночка, как у крема для лица из линии Императорской Орхидеи. Это золотая крышечка ребристая. Здесь стеклянная баночка. Все сделано, конечно, очень красиво, очень дорого. Тональный крем бархатистой текстуры. Антивозрастной уход защищает, разглаживает кожу. Тональный крем очень плотный. То есть у него покрытие очень плотное. Я бы сказала, что при этом, при всем он не закладывается в морщинки. Действительно он увлажняет кожу. Но тональный крем чувствуется на лице. То есть у него настолько вот плотное покрытие. Я его использую только зимой, либо только на вечер. Он сделает любую кожу просто потрясающую. Открывает все абсолютно изъяны кожи. Кожа абсолютно одотонная. Очень красивый оттенок. Она прекрасно держится. Она не сушит кожу. То есть сама тональная основа дает просто потрясающе красивое покрытие. Это настолько красивый эффект. Но она довольно-таки тяжелая. То есть мне тяжело носить эту тональную основу. Я ее чувствую на лице. Она очень плотная. Но покрытие очень красивое. Покрытие просто потрясающе красивое. Я никому не буду советовать эту тональную основу. Потому что тональная основа довольно-таки специфическая. Во-первых, это баночка. С одной стороны, конечно, это очень красиво смотрится и очень дорого. Но с другой стороны, это не очень удобно. Во-первых, в плане перевозки, предположим. То есть об этом можно просто забыть. Если вы куда-то поедете отдыхать, то вы эту баночку вряд ли будете с собой брать. Скорее всего, вам придется либо откладывать этот тональный крем, либо ввести какой-то другой. Смотри, вот такой защитный слой и вот сам крем. У меня уже осталось, в принципе, где-то половину баночки уже. Тональной основе еще прилагалась красивая кисть. Но я ее, в принципе, особенно не пользуюсь. Но сама тональная основа, конечно, она рассчитана на то, что она будет стоять на красивом туалетном столике. То есть, скажем так, упаковка очень красивая, очень дорогая, но для современного образа жизни не самая удобная. Конечно, если вы торопитесь, если вам нужно быстро сделать с утра макияж и бежать на работу, то это совершенно неподходящая тональная основа. Такая вот упаковка, она, конечно, не для быстрого макияжа. И плюс то, что все-таки баночка. Конечно, я беру из нее крем лопаточкой, но тем не менее, как-то я привыкла больше к тональным кремам, которые просто с помпой, либо которые выдавливаются из тюбика. Это как-то стало уже привычнее и быстрее. У меня вот такое двоякое отношение к этой тональной основе. То есть, с одной стороны, она мне очень нравится за то, что у нее вот такое вот идеальное покрытие. И действительно, она делает кожу просто идеальной, просто какое-то кукольное лицо. Но, с другой стороны, она как бы не на каждый день. Баночка эта не очень удобная и то, что очень-очень плотное покрытие, которое ощущается на лице. Вот такие у меня были и недавние, и давние покупки, и подарочки от фирмы Герлен. Получился в этом году у меня практически весь уход от Герлен. А расскажите, чем вы пользовались, что вам понравилось от этой фирмы. А я с вами на этом прощаюсь. Всем до свидания из Токио.